Вопросы создания и деятельности общественных объединений и фондов стали центральными темами большого обучающего семинара, который прошел в стенах областного исполнительного комитета. Мероприятие собрало в одном зале представителей различных организаций. В своих рядах общественные объединения Брестского региона, как правило, собирают людей активных, имеющих конкретные взгляды на происходящее в области процесса и видение, как сделать работу в отдельных направлениях более эффективной. Поэтому общественная инициатива всегда во внимании. Сегодня главная задача поддержать молодежную инициативу, а также наладить более тесные взаимодействия представителей вертикали власти с общественными объединениями. Налажено тесное взаимодействие с молодежными общественными организациями, то есть поддержка именно молодежи. Управление инициатива его поддерживает, направляет в нужное русло, так сказать, и дает старт и проводит семинары по правильному выполнению документации, как это все должно по пунктам быть в общественной организации. Мы ежегодно проводим бесплатный обучающий семинар для общественных объединений и фондов по порядку их создания и деятельности с приглашением специалистов компетентных органов для разъяснения законодательства, регулирующего деятельность общественных объединений и фондов. Тем для обсуждения оказалось немало, в частности, изменения в налоговый кодекс Беларуси. Кроме того, согласно постановлению номер 209 от 7 декабря 2021 года, детализирована отчетность о деятельности общественных объединений и фондов. В этом году общественные объединения и фонды, помимо информации о проведенных мероприятиях в уставных целях в 2021 году, должны будут указывать сведения о целях, содержании и участников таких мероприятий, в том числе с указанием журналистов, блогеров и модераторов в социальных сетях. Детализирована информация о поступлении денежных средств и иного имущества. Так как мероприятие всегда проходит в расширенном формате, представители общественных объединений и фондов всегда стараются посетить их. У каждого из них свой вид деятельности, структура и цели. Однако ключевая задача одна – сделать жизнь в регионе более комфортной и удобной. Оказываем помощь ветеранам. Вместе с фондом, с молодежным объединением «Живи малыш» поздравляли детей и в Кубаревской детской деревне, и в социальных педагогических учреждениях, в том числе в стимуле. Стараемся, работаем, все будет хорошо. Внимаемся продвижением тенниса в Бресте и Брестской области. Вот этот олимпийский вид спорта продвигаем. Тесно взаимодействуем с федерацией, с отделом спорта городского, областного. А в документальном плане, вот я говорю с частицами, у нас, как говорится, мы всегда получаем рамотную консультацию, что нужно делать, форма отчета очень удобной стали. Трактика проведения подобных образовательных семинаров будет продолжена. Кроме того, с вопросами и уточнениями по теме ведения деятельности, представители общественных объединений и фондов могут обращаться напрямую к специалистам Главного управления юстиции.